И терминалы, и платформу. Вы как оцениваете готовность, на Ваш взгляд? Знаете, давайте, чтобы не я оценивал, но пассажир. Потому что мы с Вами, когда сталкиваемся с вопросами, видим, что можно что-то сделать лучше. Но нет предела к совершенству, а вот оценку дадут люди. Давайте мы исходить из этого. Если люди оценивают положительно нашу работу, работу всех нас, Вас включают. Потому что Вы постоянно участвовали в осмотрах готовности отдельных объектов, сервисов, транспортных средств, которые будут использоваться. И у Вас есть свое мнение, но при этом, когда Вы видели, что-то сделано неэффективно, звучали предложения до совершенства. Даже платформа и многое из того, что мы сегодня обсуждали. Но когда говорим о южном подходе, нельзя останавливаться на сделанном. Необходимо заказывать проект перехода через железную дорогу автомобильного в районе Дубков. Потому что если только поезд будет проходить, возможно, пробки, а это чревато опозданием на самолет, нам важно и этот аспект рассчитать. Если будет в ближайшее время подготовлен проект, мы найдем возможность его профинансировать. И в этом случае уже меньше будет случайностей, меньше будет каких-то непредвиденных вещей, связанных с тем, что человек будет нервничать, опаздывая на самолет. Вот наша задача не только решить текущие вопросы, но и предвидеть какие-то в будущем проблемы. В этой связи необходимо принимать решения с тем, чтобы уйти от них и выйти на совершенно такой эффективный проект, который бы обеспечил комфорт пассажирам, хорошее настроение, добираться можно было бы без пробок и максимально быстро. Вот на этих моментах и нюансах нужно обращать внимание, что мы, собственно, сделали. И, уважаемые коллеги, что хочу подчеркнуть. Думаю, что те, кто живет в нашем городе, в Саратове, в Саратовской области, это прекрасно понимают. Мы с вами ждали строительства аэропорта очень долго. В 80-х годах, в планах было его строительство. Но затем события, происходящие в стране, кризисы не позволили это сделать. И только буквально несколько лет назад это решение было реализовано благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина. Именно к президенту в 2012 году мы обратились с просьбой поддержать решение о строительстве аэропорта в Саратове. Причем это аэропорт международный, аэропорт, который, в отличие от предыдущего, обладает всеми необходимыми возможностями для того, чтобы обеспечить комфорт для пассажиров. Необходимость в этом совершенно очевидна. И хотелось бы в первую очередь сказать об этом. Наш старый саратовский аэропорт находится в центре города. Это влечет многие проблемы для жителей, проживающих в домах непосредственно в близости к аэропорту старому центральному. И об этом постоянно люди говорили. И шум, и ограничение его застройки. С другой стороны, полоса старая не предполагает использование судов всех модификаций. И поэтому у нас могли приземляться Як-40, Як-42, Супер-Жет. Но, допустим, уже самолеты типа Ту-Ил не имели такой возможности. Боинги не могут приземляться в Саратове. Все это ограничило возможности для людей использовать средства сообщения. И сам аэропорт не мог развиваться динамично. Это проблема. Аэропорт старый находился на возвышенности. Это опять влекло за собой дополнительные сложности, учитывая, что рядом находятся углы, туманы постоянные. И наш аэропорт практически в весеннее-осеннее время работал с перебоями, заставляя опять-таки проблемы пассажирам. И на это постоянно были нареками. Поэтому, когда мы говорим о необходимости строительства нового аэропорта взамен старого, конечно, это назрело давно. И еще раз хочу подчеркнуть, что в 80-е годы проект строительства аэропорта был именно вот здесь, в Соборовке. В этом месте, где, по мнению специалистов, меньше туманов, где есть необходимая территория. И сегодня, при поддержке президента, этот проект состоялся. Конечно, это серьезное движение по пути развития региона, расширение возможностей для жителей. Именно люди должны это оценивать. Надеюсь, что аэропорт, голоса которого позволяет принимать все типы самолетов, аэропорт, который оснащен всем необходимым для того, чтобы в любую погоду приземлялись здесь, взлетали самолеты, будет комфортен для наших граждан. Наша задача — испечить его доступность. Наша задача, чтобы как можно меньше времени тратили люди для того, чтобы добраться в аэропорт. И давайте мы через какое-то время спросим жителей, насколько они оценивают, получилось ли это. Или есть замечательные... Продолжение следует...